Здравствуйте, меня зовут Юлия Хадарцева, и вы на моем канале, где я с точки зрения расстановок, психотерапии рассказываю про различных героиней. Мы продолжаем серию наших эфиров про известнейший сериал «Секс в большом городе». И сегодня мы обсудим четвертую героиню этого сериала. Угадайте, кого? Конечно, Саманту. Если вы не видели три предыдущих выпуска, пожалуйста, пойдите, посмотрите. Мы там говорили с точки зрения психологии и расстановочного процесса о предыдущих героинях. И сегодня мне хочется поговорить о Саманте. Ну, знаете, лично для меня этот архетип женщин очень близок. Я сегодня с радостью поговорю об этом. Ну, здесь, конечно, обязательно прорекламирую мою книгу про секс, потому что Саманта так или иначе ассоциируется с сексом. И это такая яркая, манкая, женственная, наслаждающаяся энергия, которая действительно делает очень много. Итак, Саманта и сериал «Секс в большом городе». Сериалу 25 лет уже. Но до сих пор многие женщины, да, несмотря на то, что мы сильно продвинулись вперед, все равно не позволяют себе жить так свободно, как в 90-х нулевых живет Саманта в сериале. Почему? Вообще, на тему секса у нас наложено огромное количество травм и запретов. Секс – это плохо. Секс – это грязно. Секс – это стыдно. Поэтому, по большому счету, мы все время прикрываем глазки, стесняемся, краснеем и уходим от этого. Но я не устала об этом говорить. Вспомните, пожалуйста, откуда в этот мир приходят дети. Да, я тот самый терапевт, который про секс действительно говорит много. Я действительно человек, который активно говорит «научитесь наслаждаться». Потому что в этом наслаждении, в этом кайфе и есть, по сути, проживание смысла жизни. Если мы там уберемся социальной нормы и правила, самый большой кайф мы получаем от этой сексуальной энергии. А сексуальная энергия – это вкусная еда, вкусные поцелуи, наслаждение своим телом. Это путешествия вкусные, это отели самые лучшие, это, я не знаю, яхты самые лучшие. То есть сексуальная энергия – это, по сути, энергия такого богатства, процветания, изобилия. Потому что секс и деньги, он всегда связан. И Саманта очень открыто, активно это демонстрирует в этом сериале. Мы говорили о том, что секс – на первом свидании, это все-таки растрачиваться, распозариваться. А Саманта спокойно этим занимается и не сказать, что она тратит. Ну, давай посмотрим на Саманту, как она спокойно этим занимается. Во-первых, Саманта никогда не пойдет заниматься сексом, а бы с кем. Она таких мужчин даже и не рассматривает. Давай так, Саманта очень успешная, очень яркая, очень красивая сексуальная женщина. Саманта, как никто другой, демонстрирует, что наша чакра свадхистана, это вторая чакра, приносит богатство, успех, процветание, благополучие и, самое главное, вкус жизни. Саманта – тот самый герой, который вообще пофигу на все. Почему? Потому что ей просто вкусно жить. И я скажу так, скорее Саманта не будет заниматься сексом на первом свидании ради чего-то. Она как раз-таки тот самый человек, который в любые отношения, в том числе сексуальные, идет ради единственного, своего собственного наслаждения. А когда мы говорим с тобой про секс на первом свидании, мы говорим, что женщины часто идут на секс на первом свидании, потому что они боятся потерять мужчину. Саманта – тот человек, который вообще никого не боялась потерять. Почему? Потому что для нее жизнь – это тотальное наслаждение удовольствия, и этому нужно у нее поучиться. У нее есть культовая фраза, которую многие очень любят цитировать, когда ей изменяет ее возлюбленный, еще вот не тот красавчик-актер, а был у нее такой Ричард. И она к нему возвращается, после она его прощает, но никак не может начать ему доверять. Из этого постоянно нервничает и уходит от него с фразой «Я тебя, конечно, люблю, но себя я люблю больше». Да, Саманта – тот самый человек, который активно и ярко проявляет вот эту любовь к себе. Я бы, знаешь, здесь даже фокус на чем сделала? К своему телу. Она действительно любит свое тело, она действительно холит и лилеет его. Я, знаешь, не забуду, я часто, очень, кстати, вам тоже рекомендую это взять на вооружение. Если помнишь, она устраивала своему красавчику сюрприз и выложила на себе суши. Слушай, сделайте такое романтическое свидание со своим партнером. Ну, ваш партнер никогда в жизни от вас никуда не уйдет. Представляете, он приходит, а вы голая, и у вас вот эти суши. И вот это вот такое вот ее творческо-сексуальное настроение, оно действительно творит чудеса. Вспоминаю там в продолжение, они едут в самые лучшие отели, ее встречают самые известные мужчины. И вот эта вот энергия такого, знаешь, сексуального богатства и процветания, все равно секс и деньги, оно всегда будет между собой связано. Все равно это, ну, на моем расстановочном языке, это такая энергия лилит, да, как мы говорим. Да, люди будут засыпать с Мирандой, с Шарлоттой, но мечтать ночью они все равно будут о Саманте, да. Да, человек, там, Адам засыпал с Евой, но мечтала лилит. И вот здесь вот эта история, вот такое вот отношение с Самантой, это, знаешь, как по лезвию ножа, такое не забывается. Это как шрам, скажем, на сердце, но мы сами понимаем, где этот шрам. Да, это вот такая вот история таких вот женщин, которые действительно врезаются вот куда-то глубоко в саму душу. В саму душу, и они действительно создают историю. Вот такие вот женщины. Как Клеопатра. Как Клеопатра, да, потому что мы тоже говорим, что Клеопатра, а это тоже воролата сексуальной энергии, вспоминаем этот ковер. Поэтому вот нам важно с вами помнить, что это нижние чакры, это Сватхистана, это вот базовая сексуальная энергия, которая, знаешь, она с одной стороны является немного такой инстинктивной природой, но от нее никуда не деться. Никак. Когда появляется инстинктивная природа, с ней никто не может совладать. Сколько ни бери себя в руки. Ты можешь действительно жениться, у тебя может быть 15 там детей, но ты никогда не забудешь вот эту вот инстинктивную природу. Но не означает ли это, что Саманта всю свою жизнь будет в поиске, да, получать удовольствие, а к более зрелому возрасту она останется одна, когда уже все ее подруги будут при детях, а то и при внуках? Это означает абсолютно это, потому что вот если мы даже рассмотрим, давай вот в этом выпуске с точки зрения чакр. Саманта – это вторая чакра наслаждения и удовольствия. Там нет привязок. Единственное, что там есть, это жить в кайф. Там не нужна семья, потому что семья у нас появляется на третьей чакре Манипуре. Понимаешь? Четвертая чакра – это когда я ищу любовь. Она появляется вот здесь на Анахате. И королевская чакра, она уже здесь. Вот помнишь, мы в прошлом выпуске, если вы не смотрели, посмотрите, мы говорили любовница, хозяйка, королева и девочка. Так вот, Сватхистана – это, да, любовница. У нее есть все. Мы на эту энергию Сватхистаны привлекаем огромное количество возможностей, ресурсов. Но на Сватхистане никогда не женятся. Женятся вот как раз-таки на вот этой Манипуре. Потом мы переходим в четвертую чакру, чакру любви. Там вот эта девочка, которая, по сути, с терапевтической точки зрения ищет папу. И потом мы уже доходим до королевы, которая становится успешной, управляет и прочее. Поэтому, да, высока вероятность того, что Саманта останется в одиночестве. Но женщинам с таким архетипом, по сути, это и не нужно. Ее единственная задача – наслаждаться. И эта женщина, скорее, останется в идеально красивом доме, с собственными самолетами, с собственными поварами и слугами, в офигенно красивом белье. То есть это вот, знаешь, Сватхистана – это такая чакра, которая очень любит роскошь, наслаждение, красоту, удовольствие и кайф. Вспоминай, да, как одевалась Саманта, как она себя вела, что она ела, какие вещи она устраивала. Да, это такая, знаешь, энергия роскоши, такой вкусной роскоши. Вот вы даже сейчас, наверное, меня слушаете, у вас аж слюночки текут. Вот эта вот Сватхистана, она такая, вот она вкусная эманка. Ну и не забывай, знаешь, самый просматриваемый контент на сегодняшний день – это сексуальный контент. Нам как будто всем стыдно, но мы все об этом мечтаем. И в каждой из нас есть эта часть, где мы хотим быть чуть-чуть Самантой. И я действительно вам очень рекомендую, надеюсь, я с этим выпуском надала вам тоже эту энергию, я действительно рекомендую подгрузить в себе эту энергию, потому что она реально про вкус. Вы тогда целуетесь с мужчиной по-другому, он становится вкусней. Вы тогда едите, не знаю, мороженое по-другому, оно становится вкусней. Вы даже воду пьете по-другому. Жизнь становится вкуснее с такой энергией. Ну как вам этот выпуск? Он получился очень вкусным. Посмотрите три предыдущих, напишите комментарий, какой из четырех выпусков вам понравился больше. Конечно, отправьте это видео своей сексуальной подруге, которые скрывают свою сексуальность и расскажите, как это вкусно. Ну и нажмите колокольчик. 28 сентября я вас всех жду на расстановочном шоу в Крокусе. Такого еще никогда не было.